Августовское совещание, ставшее традиционным, провели в 13-й школе Каспийска. На мероприятии присутствовало более 300 человек – руководители образовательных учреждений, педагоги и воспитатели. Совещание прошло под руководством начальника управления образования Ларисы Абрамовой. У нас сегодня праздник. Праздник у всей системы педагогического образования города Каспийск. Сегодня августовское совещание, ежегодное, традиционное, где мы подводим итоги того, чего достигли, и, конечно, будем ставить цели, которые нам необходимо будет воплотить в следующем году. Тем паче, что следующий год объявлен годом наставника. Это серьезные будут планы, которые мы обязательно реализуем. Открылось мероприятие выступлением воспитанников детского сада номер 23 «Лесная сказка», которые очаровали всех присутствующих. Они будут совесть, решать важные дела и приходить к консенсусу. Вместе с тем поблагодарил педагогов и обозначил основные векторы на будущий учебный год министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В рамках национального проекта образования поставлена цель войти в десятку по качеству школьного образования, в десятку стран мира. Мы движемся с опережением. Безусловно. Очень важно сохранить положительную динамику. Продолжить совершенствовать качество образования. Сделать все, чтобы детям было действительно интересно учиться. В ходе совещания свои доклады также представили педагоги школы, заведующие детских садов. Главный же доклад прозвучал от начальника управления образования Абрамовой Ларисы Несимовны. В нем она подытожила результаты прошедшего учебного года, а также поделилась грядущими планами. В этом году за парты сядет более 2,5 тысяч первоклассников. Педагогическую деятельность будет осуществлять порядка 2 тысяч педагогов. За прошедший год введено 3 образовательных учреждения, в том числе одно дошкольное и два общеобразовательных учреждения. Лариса Несимовна отметила, что одной из сложных задач остается доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этой связи в 2022 году ожидается увеличение хвата дошкольного образования за счет открытия трех детских садов номер 35, 36 и 37. Они будут введены в эксплуатацию в сентябре текущего года. Помимо этого, в рамках национальных проектов ведется строительство школы на 1224 места и дополнительного корпуса на 300 мест, что снимет нагрузку с нескольких школ. Конечно же, мы должны учитывать тенденции глобального развития. И школа должна идти в ногу со временем, чтобы подготовить ребят к динамичной, быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно творчески мыслить. В ходе выступления начальник управления также отметила роль патриотического воспитания молодого поколения. Лариса Несимовна напомнила, что с 1 сентября каждая новая неделя в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России. Вместе с тем была объявлена новость о скором открытии кванториума на территории 13-й школы, которая будет принимать детей из разных школ города. Отметим, что мероприятие посетили представители администрации Каспийска, Министерства образования и науки республики, а также Народного собрания Дагестана и представители духовенства. Сегодня в строке в бюджете городского округа города Каспийск образование занимает более 70%. Мы и далее будем поддерживать образование, блок образования. Лариса Несимовна, вас хочу поблагодарить за организацию, пожелать всем педагогам крепкого здоровья, зная, что у вас нелегкий труд, крепкого здоровья, сил и успехов. По многим позициям сегодня система образования города Каспийска и так занимает ведущие или первые места в рейтинге республики Дагестан. Я желаю, чтобы действительно система образования Каспийска стала лучшей, а у вас один из лучших потенциалов. Ваши дети, они уникальны, они одарённы, они воспитаны, о них можно много говорить. Приятным моментом встречи стало награждение педагогов и воспитателей, проявивших себя наилучшим образом в текущем году. Нагрудный знак отличников образования вручила Аида Долгатова девяти педагогам. Ветеранов образования наградила председатель Комитета народного собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко, отметив их огромный вклад в развитие республики. Помимо этого, педагогам также были вручены грамоты от Управления образования города Каспийска. Субтитры создавал DimaTorzok